Казанский Рубин открыл европейский футбольный сезон для Казани. Накануне на стадионе Центральной подопечные Курбана Бердыва встретились с белгородским партизаном. И первый для родных болельщиков Евроматч не оказался комом. О том, сколько голов забили казанцы в ворот соперника, в нашем сюжете. Аншлага на стадионе Центральной, как и ожидали, не получилось. Осенняя погода и соперник из второй сотни рейтинга UEFA сделали свое дело. Тем не менее, традиционные 15 тысяч арена собрала. Неожиданный подарок для сербов сделали болельщики московского ЦСКА. Ихторсида специально приехала в столицу Татарстана, чтобы поддержать братских белградских футболистов. Потому звуковая дуэль на трибунах была обеспечена. Что же касалось самой игры, болельщики Рубиновых единогласно ставили на победу своих любимцев. Рубин победит. Ну, не знаю, ну 3-0. 3-1. 3-2, вот 3-1. Маша выиграет, должен Рубин выиграть. 2-1 или 2-0 будет в пользу Рубина. С разницей в один мяч мы должны выиграть. 3-0 наш выиграет. Спасибо. Рубин чемпион. А вот партизанская сторона, несмотря на 67-летие команды в день игры, была согласна и на ничью. То есть, ничью это хорошо. Мы довольны, вы довольны, все довольны. Курбану Бердыеву было ближе мнение казанцев. На поле рулевой Рубина выпустил привычный для команды боевой состав, изменив только немного построения. Надха и Арбай сыграли в опорной зоне, Эдуарда же приберегли на концовку матча. Также, ожидаемо, в заявку не попали травмированные Торе и Ансальди. А вот главному тренеру партизана, Владимиру Вермезовичу, пришлось поломать голову. Ведь в преддверии матча черно-белые лишились сразу четырех ключевых футболистов. Включая главную звезду. Неманью, Томича. Со стартового свистка арбитра Рубин по-хозяйски обосновался в штрафной площади партизана. Уже к десятой минуте Рандон мог оформить дубль, но, видимо, убивать интригу встречи не захотел. Затем казанцы начали играть привычный для себя футбол сезона 2012 года. С борьбой, неточными передачами и нереализованными моментами. А когда показалось, что команды уйдут в раздевалку, не открыв счет, Крыдынис Юрко прорвался в штрафную и неотразимо пробил мимо Стойковича. Но итоговый успех Рубина не обрадовал Курбана Бердыева. Даже после победы он остался недоволен игрой защиты. Рулевой же партизана, напротив, в раздевалке похвалил своих подопечных и отметил, что казанцы лучшая команда, которую он видел. Игра была очень тяжелой. Рубин сильнейший соперник. Мы проиграли, но футбол есть футбол. Счет мог быть и 0-0, и мы могли победить. Но что случилось, то случилось. В ответ на игре мы лучше покажем себя. Об этом нам даже тренер сказал после матча. Еще похвалил, сказал, что эта игра для нас хороший урок. В параллельном матче главный соперник Рубина по группе «Эйч» Миланский «Интер» без проблем одолел азербайджанский «Невчи» со счетом 3-1. Тем самым в квартете команд двоевластия. И у итальянцев, и у россиян в активе по 4 очка. Евгений Евневич, Айдар Кунафин. Вести Татарстан.